Также имам Малик, он сам как бы уже с детства, как бы у него было такое некое сильное стремление изучать хадисы от пророка Мухаммада и его брат, он также, он также сидел среди ученых, брал у них знания. То есть он и его брат брали знания от больших ученых. Выучил Кур'ан еще в детстве. Так часто, когда читаешь про ученых, они с детства наизусть знали Кур'ан. После этого, как он выучил Кур'ан, направился изучать хадисы пророка Мухаммада. И он сказал своей маме, то есть когда вот это читал, то есть перечитывал, так как бы приятно на сердце, то есть какая была мама у имам Малик. Также вот смотришь, когда мамы, как относятся к своим детям, как они делают наставления. Он сказал своей маме, что хочет изучать хадисы. Тогда его мама одела на него лучшую одежду, купила ему лучшую одежду, завязала на него чалму и сказал ему, сыночек, иди, и сейчас начинай записывать хадисы. И она ему сказала, иди к Раби'и, и перед тем, как ты возьмешь его знания, возьми от него нравственные качества. То есть очень важно, бывают такие люди, у которых вроде бы там знания есть, но нету нравственных качеств. Гылка, ахляка нету. То есть она сказала, иди, вначале возьми его нравственность, потом уже бери от него знания. Он пошел в детстве, когда был маленьким, взял от него нравственные качества, взял от него фикх от Раби'и и начал изучать хадисы. Также после того, как он изучал, брал урок, шел после урока под дерево, под тень и стоял там и повторял хадисы. Его сестра заметила, увидела его и сказала отцу Анасу, сказала, папа, я видела нашего, моего брата. Малик стоит под деревом и что-то там говорит. Тогда отец сказал, я бунейяти, о доченька, иннаму яхфазу ахадисы Расулилляхи, салаллаху алейхи вассалям, о доченька, он учит хадисы пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, оставь его, не мешай. Также имам Малик сказал, то есть что его подтолкнуло именно брать знания. То есть в нем был такой некий стержень, такое было упорство, чтобы брать знания. Он сказал, что у меня был братишка моего возраста, его звали Ибн Шихаб. Мой отец задал нам вопрос по шариату. Мой брат ответил правильно на этот вопрос, а я ошибся. И сказал мне отец, то что тебя отвлекли. То есть имам Малик, когда был в детстве, он разводил голубей. Ему отец сказал, что тебя отвлекли твои голуби от знаний. И тогда имам Малик говорит, я сильно разозлился, то есть меня задели эти слова от моего отца. Говорит, и я оставил голубей и пошел к шейху Ибн Гурмазу и брал от него знания семь лет. То есть постоянно, каждый день на протяжении семи лет, в другом риваите сказано восемь лет, брал от него знания шариаты. После этого, когда он пришел к нему, даже он так, ребенок еще, хотел так сильно. У него жажда была в познании хадисы пророка Мухаммада . «В рукав, говорит, я, когда был маленьким, клал финики и шел к своему шейху». Он говорит, я, когда шел к своему учителю Ибн Гурмазу, около его дома видел детей. Давал им эти финики и говорил, если кто-то будет спрашивать про шейха, скажите, он сейчас занят. То есть чтобы он только был для меня, чтобы они не беспокоили его. Такой был имам Налик. И сказал, как бы, он сам был светлый, был блондином. У него было именно светлое такое, он был оттенок кожи, белым был. И сказал один раз Ибн Гурмаз, его учитель, постучали в дверь. И тогда он сказал своей помощнице, его шейх. «Кто около двери? Посмотри». И его помощница у Ибн Гурмаза увидела, что только один стоял Ибн Малик. То есть он дал детям финики. Сказали, шейх сейчас занят. И он один стоит. Тогда он сказал. «Только всего лишь этот блондин пришел, больше никого нету». Тогда Ибн Гурмаз сказал, позови его. Это ученые среди людей. То есть уже изначально его устав сказал, что он будет великим ученым для людей. Также имам Малик говорил, что я приходил к своему шейху Ибн Гурмазу с утра и выходил только ночью. То есть с утра до ночи он брал от него знания на протяжении семи-восьми лет. И больше ни у кого пока не брал в это время знания. Потом брал уже знания у другого шейха. После этого брал у других. То есть так вот, после того, как семь лет взял знания только от одного шейха, он уже начал брать и от других шейхов тоже знания.